Здравствуйте, друзья! Вы на канале Веселый Инженер. Меня зовут Андрей. В сегодняшнем выпуске мы поговорим на тему, которая достаточно часто встречается мне, особенно в последнее время при консультировании различных людей. Это будут студенты или производственники, абсолютно не важно. Кстати, если хотите обратиться за консультацией, милости прошу в любую социальную сеть или в электронную почту. Все контакты в описании. И, конечно, вот эта тема, это обработка поверхностей за одну установку. В сегодняшнем современном мире очень стало популярно минимизировать количество установок, то есть двухшпиндельные станки используются, многошпиндельные, многоосевые станки, чтобы различные поверхности обработать максимально за одну установку. Но почему же это так популярно и почему же во всех случаях это наиболее предпочтительно? Давайте поговорим в сегодняшнем видео. Итак, для примера, вот мы взяли вал, да? У нас есть вал и круглосшлифовальный станок. Как вы видите, здесь есть несколько поверхностей, которые требуют шлифования. Обработка производится в центрах путем использования вот такого вот поводка, который к поводковому патрону прикрепляется и происходит вращение. То есть происходит вращение, происходит вращение круга и получается у нас шлифование. В многих случаях и очень часто у студентов каких-то, да, особенно в курсовых проектах бывает так, что, к примеру, обрабатывается вот одна поверхность, да, вала или, допустим, вот эти вот три поверхности, да, обрабатываются. И потом вал переставляется на другой станок и обрабатываются вот эти две поверхности. Поводок уже крепится вот здесь, да, то есть вращается и здесь обрабатывается. Это, скажу вам так, не является ошибкой и теоретически, да, можно получить все параметры вашего вала путем вот такой вот манипуляции. Но, смотрите, я поясню, что может помешать вам сделать качественную деталь. В таких валах, особенно если это валы, которые требуют какую-то особенную точность, да, то есть эта точность, это в районе, там, 12 микрон, там, да, допустим, там, 10 микрон, да. Таких параметров, как соосность, параллельность поверхностей и биений, взаимобиений, то есть от поверхности до поверхности, да. В таких случаях очень сложно получить данную точность, не изготавливать деталь за одну установку. Почему так? Смотрите, у нас есть ось. Так ровно не получается начертить, ну ладно. Ось центров, то есть она проходит, а вот, давайте сейчас мы попробуем взять. Вот эта ось, так. О, красота. Красота. Вот такая вот ось, она проходит от центра до центра, да. И обычно в таких вот станках, да, вот если это круглошлифовальный станок, то, будем так говорить, биение, радиальное биение вот этой оси, это такой вообще параметр, да, какой-то воздушный, да, радиальное биение этой оси, будет порядка, к примеру, 0, 0, там, где-то 6 микрометров. 0, 0, 0, 6 микрометров. Биение, ну понятно, да. Вот. Получается, что у вас вот это 0, 0, 6 микрометров и, соответственно, точнее 0, 0, 6 микрометров, да, на поверхности вашей детали, поверхности вашей детали, биение сделать вы не сможете, потому что, но это биене на будет полностью копироваться на вашу деталь посмотрите эти 6 микрометров они скопируются на вашу деталь и если у вас допуск примеру 0012 да то вы получите 6 микрон или там даже одну сотую да и вы попадете ваш допуск будто соосности поверхностей будто там прямолинейности поверхности будто биение или других каких-либо параметров формы расположения но вы этот получите параметр с учетом того что будете все поверхности вот эти как я уже говорил делать за одну установку учтите что точность танка у вас есть еще точность самого вала то есть вот этот центр который здесь то внутри мы его не видим да он тоже имеет какую-то погрешность он имеет какие-то шероховатости то есть он тоже добавляет свои там несколько микрон в точность вашей поверхности то есть в принципе изготавливать одну установку вы попадаете четко в этот размер мы сейчас говорим про только очень самые точные детали да но если вы переворачиваете деталь то вот этот уже центр да он уже попадает он уже попадает на какую-то другую поверхность но смотрите вот у вас есть центр да туда вы заходит вот этот вот центр который станка все становится на какую-то поверхность да опирается если мы посмотрим отсюда да то есть вот он центр получается вот он идет у процточки да вот там его . вот он допустим касается вот здесь вот здесь вот здесь вот здесь основное да вот тут касается когда вы поворачиваете деталь переставляйте вероятность того что он попадет именно в то же положение она минимальна то есть все равно где-то будет какое-то смещение и соответственно если вот здесь вы получили точность до относительно центров 001 то на этих поверхностях со второй установки вы можете получить уже тоже такую же 001 или допустим 11 до на пределе но между собой вот эти поверхности они уже могут быть с разницей к примеру до двух сотых миллиметров что будет превышением допуска на размер да то есть этот допуск будет завышен конечно многие говорят что разницы нету да можно делать и так и так я соглашусь но только при условии что деталь не точная и нету вот таких вот каких-то допустим биение вот этой поверхности относительно этой или от одной оси все биения должны допустим быть одинаковые да есть такое примеру себе я не задан от одной оси и если вы будете проверять за две установки биения во всем вот этим поверхностям да то вот здесь у вас будут по этим трем поверхностям биения одинаковые относительно да а по этим двум поверхностям биения будут немножко отличаться конечно если у вас допуски такие достаточно демократичные как я говорю да то у вас может все получиться но опять же одна установка это экономия и оборудование и человеческих ресурсов первую очередь поэтому конечно стремится к минимизации минимизации до установок обязательно нужно давайте разберем пример примеру токарной обработки такого же плана и так вот мы видим токарная обработка как видите здесь тоже формируется ось только здесь ось формируется за счет вот этого диаметра да то есть вы зажимается за наружный диаметр и вы находите ось этого диаметра и потом выравниваете вот эту ось до путем подвода центра сюда с центром то есть получается что у вас вот это вот ось давайте сделаем красным вот эта ось диаметра совпадает с осью центра вот она совпало все великолепно как видите здесь обрабатывается за одну установку сразу обрабатывается и поверхности да и делается сфера то есть таким путем до протачивая вот так за одну установку вы можете быть уверены что все биения все соосности все размеры которые у вас есть на этом валу они будут строго лежать все на одной вот этой оси и вот эти все страшные требования как вот многие там смотрят там на чертежи этом проставлены здесь там круглость там соосность там что-то симметрично все это и такие стрелочки идут это все вот так сюда идет 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 такой страшный вал эти все параметры вы сможете выдержать только одним приемом это изготовить деталь скорее всего на финишных операциях или на предварительных операциях если у вас достаточно точное оборудование за одну установку но максимум пускай возьмите две установки кстати у меня недавно была одна консультация скоро ее публикую очень интересные материалы там тоже наладки есть что посмотреть много было замечаний я думаю что вам понравится эта консультация поэтому я обязательно ближайшее время опубликую поэтому остались вопросы пиши в комментариях не подписываться на социальные сети ставить лайки делиться с друзьями и вообще всем добра пока пока